Виктор Головидин. Деление ничем не ограничивается? Временем Виктор. Суть такая, что когда мы разговариваем о бесконечно больших и бесконечно малых величинах, то что время вносит какой-то смысл в это деление, что бесконечно долго делить, это ты потратишь бесконечно большое время. На самом деле время здесь не является определяющим фактором, потому что мы можем, например, делить отрезки одновременно на много частей сразу. Допустим, взяли пространство разделенное через каждый метр, метровые отрезки и поделили эти отрезки метровые уже по готовой матрице единовременно на два-два, так хлоп, каждый отрезок, каждый отрезок, каждый отрезок одновременно раз и все. То есть скорость и промежуток времени на эту операцию у нас ничем не отличаются. Ну, допустим, вы один отрезок режете пополам или два отрезка режете пополам, это время вашего осознания этой операции, не более того. Поэтому тут такие аргументы про деление ограничивается временем не подходят, они смысла не имеют просто-напросто. Игорь Калинкин. Вот вы начали про бетонный ботинок и сказали, что ботинок цемента не касается, идет по воздуху. Но ведь данный пример вами не договорен, не дообъяснен. Внимательно и вдумчиво смотрю ваш материал, спасибо, но вот тут, простите, не хватило мне ваших аргументов. Не договорили вы, это пример поспешного объяснения. Когда, вот если, допустим, вот эта вот поверхность ботинка, да, вот эта вот поверхность палубы, по которой идет ботинок, да, вот это вот взаимодействие на уровне полей. Получается, что вот здесь вот есть и граница между, собственно, ботинком и палубой, да, они не соприкасаются, соприкасаются полями. А как, что здесь недообъяснено? Просто вот каждый атом, из которого состоит палуба и каждый атом, из которого состоит ботинок, они разнесены друг от друга, да, и вот здесь вот такое вот, то, что можно назвать воздухом в данном случае, ну, свободное расстояние. Уточняйте, вот что недообъяснено. Вы бы могли объяснить, что вам недообъяснено, что надо добавить? Мне сложно понять, что вам непонятно. Вот им надо повторять этот пример еще раз. Бобру не поможет, а я бы хотел еще раз понять. Ну, будем надеяться, что чем-то оказалось вам полезно это сейчас. Власти наркокиева. Ну да, термин такой хороший. Власть наркокиева. Наркокиев. Власти наркокиева. Власти той части у кокошенных. Виктор, думаю, ваша теория Ломоносова верна, имея в виду приталкивание. Днем, когда светило над нами, все ощущают поток частиц, ночью же все отдыхают. Если эти частицы заменить крупными объектами, как метеориты, например, эту силу мы ощутим в полной мере. Нужны конкретные опытные доказательства, наглядные, практическое применение. Зачитано. Если у кого-то идеи по иллюстрации этого всего есть, конечно, мы сидим и будем признательны. Игнат Стробоскоп. С нетерпением жду, когда вы все друг друга закусаете до смерти. Вместо какой-либо полезности. Зачитано. У нас, ну, в принципе, разные люди-то тут собираются, смотрят. Ну, смотрят, комментируют. Кул-рок, бас-рок. Бас-блок. Марсоход катается по Марсу, отправляет снимки на Землю. Вертолет летает над поверхностью Красной планеты, что не работает у релятивистов. То есть человек приводит примеры из какой-то реальной техники и думает, что это имеет отношение какое-то к релятивизму. И мы должны быть благодарны релятивистам за марсоход, который катается по Марсу и отправляет снимки на Землю. Вот если бы он отправлял снимки в подпространство, это бы имело какое-то отношение к релятивисту. Это вот все, что вы перечисляете, вот все достижения науки и техники, вообще никакого отношения к релятивизму, к теории относительности, к одной и второй не имеют. Это все просто вранье. Поправка там спутников, GPS тоже вранье. Это просто обман населения. Нет никакой причины о следственной связи. Вот просто релятивисты это паразиты, не имеющие отношения ни к марсоходам, ни к Марсу, ни к системам связи, ни к вертолетам. Вот как вот вертолет может иметь отношение к релятивистам, к искривлению пространства? Да, лопасти у вертолета там изогнутые кривые, но это не имеет отношения к релятивизму никакого. Вас обманули, держите голову в чистоте, гигиена, мышление должна быть. Ваша фраза делить до бесконечности несостоятельно. Деление это процесс, который имеет начало, значит будет иметь конец. Бесконечный процесс нет. Процесс, который стремится к своему концу, можно писать и говорить что угодно, будто он стремится к бесконечности. А почему у них тысячи миллиардов? Бесконечность и стремление к бесконечности это разное. Ой, ну вот любая операция, да, вам же не надо бегать по космосу и что-то делить руками. Вы можете эту операцию, да, абстрактно провести просто так. Мы делим каждый отрезок пополам. Отрезков у нас столько-то, столько-то. Вот этот вот весь луч непрерывный, неконечный состоит, допустим, из метровых отрезков. Определились? Определились. Вот с того момента, как мы определились, что этот луч теперь отныне состоит из метровых отрезков, все, он весь состоит из метровых отрезков. А теперь давайте его разделим пополам, каждый отрезок. Все, он уже полметровые отрезки везде, и здесь, и там он за Кировоградом, неважно где, или там за любой следующей галактикой. Абстрактные операции, да, с реальным объектом. Давайте как-то сосредотачивайтесь, нет в этом ничего сложного. Виктор, вы не правы в плане определения времени. Время, как существующий физический объект, такой же реальный, как пространство, материя и взаимодействие материи, определяющий продолжительность события. Если убрать пространство, но оставить какие-то события, то значит время существует. А если убрать время, то пространство существовать не может. Вот как убрать пространство? Вот что вы говорите, если убрать пространство, но оставить какие-то события? Вот вы убрали пространство. Когда вы убираете пространство, это невозможно, конечно, мероприятие, но просто представьте. Вы убрали пространство, все свойства пространства, протяженность, сместительность. То есть вы убрали и материю вместе с пространством. А раз убрали материю, то и все события, все, нет ничего. Вот, ну, фантастический тезис, где вы декларируете, вы сосредоточьтесь, то, что вы декларируете, оно, ну, нелогично. Иерархия по-прежнему прежняя, да, по-прежнему прежняя. Иерархия та же, есть пространство, объект в нем есть, материя, и материя движется. И дальше мы уже сравниваем эти движения, получаем сравнительную характеристику времени. Вот, а здесь уже сложный момент. Тогда вот сейчас прочитаю, Дмитрий Осмоловский, Осмоловский. Ну и бред же. Пространство – это не материальная пустота, которая не может закончиться. И как такой бред воспринимают люди? То есть человек не согласен с этим. Уже давно известно, что пространство – это математическая модель для описания физических явлений. В физике пространство – это неопределяемое понятие, как, например, точка или прямая в геометрии. То есть человек зазубрил… Вот это вот Дмитрий Осмоловский, это вот реально… Тимон! За дверь! То есть Дмитрий Осмоловский – это вот реальная личинка Саватеева. Он зомбирован вот этими вот людьми. Пространство считает математической моделью, значит, он сам существует в математической модели. Это вот человек, поврежденный мозгом. Без вариантов. Если что-то существует в математической модели, то это абстрактный объект. Нам написал Дмитрий Осмоловский абстрактный объект. В физике пространство это неопределяемое понятие. В лже-науке псевдофизики пространство может быть неопределяемым понятием. Точка прямая в геометрии, в лже-геометрии может быть неопределяемым понятием. А вот в адекватной науке все до единого понятия по-прежнему определяемые. Вот это вот примеры реально поврежденных людей. Они нас окружают. Представьте, вы находитесь в группе невменяшек, и большинством голосования вы определяетесь, как вам дальше жить. То есть если дур больше, и они одержимы какой-то идеей, они вам выберут любую глупость, которой вы будете подчиняться, потому что демократия, потому что варитет голосов. Здесь однозначно слабоумные не должны управлять миром, они не должны принимать решения. Единственное, это вот надо интеллектуальный ценз вводить. Вот корова не может голосовать. То же самое человек, держащий свой интеллект на уровне коровы, как бы это ни было печально, но он не должен иметь права голосовать. Надо вводить интеллектуальный ценз. Сергей Рыбников. Нормальный человек понимает на уровне интуиции, что все имеет начало и конец. Бесконечно может только то, что не существует как объект. К примеру, пространство ни хрена, которое выдумал мозг котючика, является бесконечным, так как не существует как реальный объект, а существует как выдумая хрень, в которую можно верить. То есть, вот смотрите, у Рыбникова что в голове происходит? Пространство, выдуманная хрень, он существует в выдуманной хрени, расположен в выдуманной хрени. А на самом деле пространства не существует. Вот это вот тоже, это вот человек, который постоянно пишет что-то на нашем канале, но это вот его взгляды невменяемые. Материальная вселенная, которая состоит только из материи и никакой ни хрены пространства в ней нет, является материальным шаром. То есть, материальная вселенная является материальным шаром никакой... Ну вот это вот невменяемые люди, вот Сергей Рыбников демонстрирует нам свои взгляды. И дальше, дальше длинный текст, материя, мать, вот такие вот ситуации. И это вот люди, которые прошли через образование, вот через школы, через техникумы, институты, университеты. И им из-за вот этих релятивистов уже 80 лет, 70 лет не дают обыкновенные знания, чтобы люди понимали, что такое пространство, что такое материя, расположенная в пространстве. Им нельзя это знать. То есть, мы довели свое собственное население до скотского состояния, благодаря раболепию перед британцами, благодаря вот этим премиям, выданным калмагорам, этому псевдоматематику, да, из-за которого мы сломали все естествознание. И дети наши вырастают вот в таких вот неадекватах, которые думают, что пространство это материальный шар, что вселенная это материальный шар, в котором мы находимся. Это вот невменяшки. Честно созданное нами невменяшки. Просто он пошел дальше даже релятивистов? Ну, то есть, у них хотя бы пространство существует, оно там с временем как-то совокупляется и гнется, а здесь вообще отсутствие пространства? Ну, в любом случае, это печально. Это вот, когда просто не дают азов, а получается вот такой гной в голове. Григорьевич дорогой, терпение громадного. Они же каждый год друг дружке высоко научные ордена раздают с акселями и бантами и делаются почетными, народными, заслуженными, простуженными и так далее. Вы мне когда-то в очной беседе за столом на глобальной волне сказали, что я не сосредоточен, чем сильно меня рассредоточили и рассердили. С той поры я слушаю правила логики и, знаете, сильно легчает. Гран-мерси, дорогой. Пространство абсолютно безначальное и бесконечно. Все. Все материальные и вещественные тела находятся в пространстве, и пространству глубоко все равно, что по этому поводу мыслят себе бобры, хомячки и прочие заблуждающиеся. Все остальное находится в фантазиях и несосредоточенных средах, которые тоже находятся в том пространстве, что и голова с фантазиями, которые об этом пространстве пытаются размышлять и делать великое и абсолютное пространство удобным для своих фантазийных суждений. Ну и так далее. Спасибо, удачи. Михаил Архипов. Зачитано. Ник Лед. Все из чего-то состоит и так до бесконечности, от кирпича, молекулы, соединения, атомы, нейтроны, протоны, электроны, и они опять из чего-то состоят и так до бесконечности. А мы живем на границе макро и микро мира в нашем понимании. Мы тела макро, и тела уже состоят из микро, и все возможно, там где-то существует следующий раздел макро и микро, а наш раздел невозможно является составной частью макро мира верхнего уровня. Интересно, наверное, вся наша Вселенная является составной частью микрочастицы, в составе какой-то супер-упер микрочастицы и так далее. Можно будет сказать, что мы в электроне, например, какого-то элемента. Я не могу представить даже, но очень интересно. И на фоне таких мыслей, ахинею прослушать про временные континумы, какие-то искривления пространства, черные дыры, мозг сразу бастовать начинает. Тут проблема с вашими представлениями, Никлет. Вот вы сейчас декларируете фрактальный мир, который много-много усложнений имеет на всех уровнях. Технически такое невозможно. Как вы только примете решение, вот где-то в нашей Вселенной существует самое максимальное тело, вот самое большое, допустим, по габаритам и по массе. Вот как вы только с этим определяетесь, значит, появляется у вас верхний предел для объекта. И также где-то в нашей Вселенной существует самая маленькая частица. Это нижний предел. Ниже этой частицы уже нет ничего. Вот она самая маленькая. Есть самый большой объект и есть самый маленький объект. Это реальность. Бесконечное деление в сторону бесконечности не дает вот этого потока частиц, все меньше и меньше уменьшающихся, все равно есть где-то самая маленькая частица. Так вот, наличие первого и второго вам дает четкие границы, в рамках которых может существовать ваше вот это вот наложение слоев. По-другому никак, чисто технически невозможно. Это значит, что вот эти вот фрактальные представления о вложенности, что может мы в кончике уха дракона со всей нашей Солнечной системой, галактиками, это не так, это уже несостоятельная информация. Пространство, вы делите его сколько угодно. До любой бесконечности, сколько угодно раз, ничего не меняется. Вот этот вот кусочек пространства, который вы отделили, он не становится дискретным каким-нибудь. Это часть непрерывного пространства. Но любая частица представляет собой самостоятельный, отдельный, материальный объект, расположенный в пространстве. У нее уже есть вот эти вот конкретные габариты, конкретные показатели. Если есть частица, у нее есть конкретные показатели. И мы можем ее сравнить с другой частицей. Она кажется либо больше, либо меньше. И сравнивая эти все частицы, мы имеем теоретическую возможность найти самую маленькую частицу. Это как самая маленькая зернышко в мешке зерна. Она уже все равно есть. Точно так же во Вселенной есть самая мелкая частица. Пеший богомолец. Ну это такой нелестный комментарий про Саватеева. Через какой наблюдакль вы наблюдаете за искривлениями? И когда у вас появляются искривлямбы, сетчатки глаза или головного мозга? Зачитано. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Но. Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Дураки нас окружают. Мы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал. Смотрим контент, ставим лайки, распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катючек. Канал Научный Трибунал. Дова! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok